Доклад Я не собираюсь сегодня говорить о том, как писать сценарий и чем хороший сценарий от плохого отличается. Это тема более предметного разговора. Допустим, у нас будет на фантастической ассамблее в августе 16-19, там будет мастерская сценария, там все это будет конкретный разбор полетов. Я буквально несколько слов скажу, может быть для кого-то это прописная истина, но может быть это кому-то будет полезно понимать, что при всем внешнем сходстве работа прозаика и работа сценариста это вещи достаточно разные. Есть некие привычные вывихи у каждого автора прозы и даже у драматурга при написании сценария. Там немножечко другая система координат, немножко другой принцип вообще построения материала, потому что обычная болезнь это то, что существуют большие информативные блоки какие-то, которые нужно довести до сведения. И писатель довольно часто и в сценарии использует прием текстовой, то есть там идет какой-то обмен информацией туда-сюда. В общем, это все обычно теряется на экране и надо стараться этого избегать. На самом деле идеальное упражнение, когда вы работаете на сценарии, оно всем помогает постараться все это изложить вообще без слов в виде нового такого сценария, причем даже желательно без титров. И если у вас что-то получается, то потом туда довольно легко вставить те диалоги, которые нужны по существу. И тогда они будут правильно и на месте, там в принципе есть экстремисты типа Александра Миты, уважаемого, значит, я тоже великолепный, конечно, педагог, у него вот эта книга «Кино между адом и райом», это в принципе как бы считается Библией современного сценариста, но там есть перекосы. Вот он говорит, что там типа вообще там словесная информация это бла-бла-бла, и что вообще там, так сказать, 2% текста запоминается. Да не всегда, конечно, если диалог правильно выстроен, если он в точку, в тему и объемен, то, извините, не 2, а 92, как вместо встречи изменить нельзя. То есть тут просто вопрос в том, как это, так сказать, грамотно использовать. Вот, и второй, значит, второй момент, который часто, так сказать, сценарист, в смысле писатель, переквалифицирующийся сценаристы, значит, упускает там немножко, так сказать, вот момент собственной драматургии, собственного драматургического действия. Потому что надо стараться вот каждый эпизод, каждую сцену выстроить так, чтобы, грубо говоря, в ней тоже, так сказать, содержался свой конфликт, своя, так сказать, вот, грубо говоря, своя микроэкспозиция, там, так сказать, это самое, значит, своя перепития какая-то, вот, так сказать, там чего-то. Вот, в принципе, это же воздействует на эмоции, да, кинулой. В первую очередь, значит, нужно, чтобы зритель, либо, так сказать, там растрогался, либо, так сказать, смеялся, либо, так сказать, там ужаснулся, вот. И это, значит, вот в рамках одной сцены даже желательно, как бы, вот эту амплитудочку выстроить. Вот, это достаточно, так сказать, ну, это приходит с опытом, вот, но просто нужно иметь в виду, что это… И тогда, постепенно усиливая эту амплитуду, до кульминации доходим на самом широком шагу, и тогда получается правильный сценарий. Но это как бы ладно, это в общем не об этом речь сегодня, а речь о том, что сценарист, потенциальный сценарист, какую работу должен выполнить для того, чтобы свое детище заживо. Потому что если текст мы пишем, то у нас конечным продуктом сам текст является, то другое дело, что либо мы его публикуем, либо публикуем за деньги, публикуем бесплатно, в конце концов выкладываем в сеть. Но это текст, это уже есть ваше произведение. А сценарий таковым произведением не является, каким бы он ни был хорошим. Потому что да, был период, скажем, исторический, когда, так сказать, можно было, грубо говоря, там, так сказать, считать законченным произведением, там, литературный сценарий, там, скажем, ну, Тонино Гуэра, да, классик, как бы, так сказать. И у нас, допустим, Юрий Арамов, который, так сказать, действительно считает, как бы это... Сейчас такого, в принципе, не существует, такого понятия, как литературный сценарий, то есть он может быть, но это, как бы, так сказать, это ваше, в общем, скорее, это момент технологии. Если вам удобно работать, танцевать от этой печки, вы его для себя напишите. Но дальше он никуда не пойдет. Вот. А вот что пойдет? Вообще говоря, как бы, так сказать, те, кто, в общем, более-менее пытаются профессионально заниматься сценариями, сценарной работой, в принципе, так сказать, сценарий пишется, на самом деле, в последнюю очередь. Вот, сам по себе. Это достаточно трудоемкий процесс, который, в общем-то, так сказать, ну, зачем это впустую делать? Вот. И поэтому, так сказать, когда у вас сложилась какая-то более-менее продуктивная идея, которую вы видите, как, так сказать, будущее кино, да, а, значит, вы хотите, как бы, вот оно у вас созрело, вы ее для себя, как бы, так сказать, естественно, как-то записали, там, так сказать, кто-то с циферками любит, кто-то без цифер, кто-то, так сказать, так, это уже ваше личное дело. Вот. А если вы хотите, чтобы это двигалось дальше, то вы, значит, так сказать, должны составить некий, так сказать, существует некий порядок действий, и существуют некоторые, так сказать, документы, которые тому порядку действий отвечают. Потому что в отличие, вот, писателя, создателя текстов, да, создатель сценария, он вначале очень длинной пищевой цепочки существует. Вот. И поэтому, чтобы, так сказать, грубо говоря, это все, так сказать, вот пройти все эти этапы, тут надо, так сказать, достаточно структурированно работать. Вот. То есть, когда вы, так сказать, готовы, понимаете, что это у вас в голове, там, этот проект состоялся, вот, вам, значит, нужно составить первый, так сказать, первый документ, который называется сценарная заявка. Это вообще в идеале. Зачем нужна сценарная заявка? Вот. И, собственно говоря, так сказать, что в ней должно быть? Я, так сказать, идеальной самодостаточной заявки я, как бы, вот, не видел никогда. Но на самом деле в идеале нужно стремиться к тому, чтобы ровно на одной странице текста, так сказать, читающий вас, так сказать, там, продюсер или редактор, который, который, с одной стороны, профессионал в своем деле, а с другой стороны может при этом быть достаточно, так сказать, невосприимчив к тексту и, так сказать, и вообще по жизни не очень умен, вот, чтобы он все понял. Вот. Что это будет, так сказать, вот, грубо говоря, чтобы вы ему на одной странице показали, значит, что это вы ему такое предлагаете. Вот. Как это, так сказать, сделать? Ну, есть некий формальный параметр, которым нужно соответствовать, да? То есть вы обозначаете здесь, значит, в первых строках, так сказать, заявки, вы обозначаете формат этого сериала, значит, то есть формат, так сказать, заявки. То есть либо это, так сказать, полнометражный телевизионный, не забудьте, здесь этого нет, но это, так сказать, вот должно быть, потому что это явно не, так сказать, спецпортная ситуация, да? Значит, полнометражный, телевизионный художественный фильм, либо это, так сказать, может быть, есть вариант двухсерийный телевизионный художественный фильм, как бы двойной мурик, вот, это на где-то, так сказать, часа половины телевизора, так сказать, либо это одна серия, это, значит, ну, час двадцать, полтора часа. Значит, указать в минутах сколько будет, желательно, очень. Вот, значит, и, вот, так сказать, либо вы пишете, что это, так сказать, мини-сериал. Значит, раньше мини-сериалами считались четырех серий, значит, сейчас мини-сериалами считается до тридцати двух серий. Вот, значит, либо, так сказать, сериал какой-то более длинный. Вот, значит, и, так сказать, тоже указываете сколько серий, как бы, ну, обычно, так сказать, первая сценарная заявка больше, чем на один сезон не составляется, поэтому там, ну, так сказать, шестнадцать плюс, там, с продолжением туда-сюда. Вот, значит, следующее, это вы называете жанр, значит, в отличие от заявки на литературное произведение, где, значит, положено жанром обозначать эту повесть романа или, там, сборник рассказов, да, здесь, значит, жанр, это, собственно говоря, то, так сказать, вот, грубо говоря, значит, это, так сказать, там, камень, мелодрама, да, там, триллер, боевик, детектив. А, там, значит, и с уточнениями, там, значит, какую, значит, там, помедия, такая, значит, вот она может быть хомантическая, это не совсем комедия, эксцентрическая, это уже понятно, какая, значит, там, допустим, комедия ситком, да, ситуативная комедия, это, так сказать, особый вид, значит, можно просто написать ситком. И можно уточнение давать, что у вас, допустим, здесь сказано три же аксоэлементами чёрной комедии, это нормально, может быть, чтобы было понятно не только жанр, но и поджанр, как вы это снимаете. Здесь не указано, что желательно указать в заявке, хотя не обязательно, но чтобы было понятно для понятности. Чем понятнее заявка, чем более она информативна, тем лучше, то и пишите место, время действия. Мы сразу понимаем, что если у вас 16-е лет, то нужно понять, что дополнительно будет тратиться на костюмы или нет. Вот эти вещи тоже желательно обозначить, чтобы понять, когда снимать какое-то место, где-то. наметанный глаз того же продюсера, он прекрасно понимает, что от того, какие локации вы заявите, будет зависеть бюджет проекта. То есть не случайно здесь в конце этой заявки сказано, что специфика съёмок всё снимается в одном павильоне, это большой плюс заявки, потому что идеал продюсера – это, грубо говоря, когда, ну не знаю, «Семтабинок» или, скажем, какая-нибудь пальма на пляже, или «Столио» в кафе, что-то такое. И чтобы там 32 серии снять на этом салоне, на этой локации, это вообще идеал и мечта. Вот. На самом деле сейчас и такие проекты есть, так сказать, причём не только зарубежные, но и наши, там, скажем, образец, допустим, зарубежного проекта, так сказать, так снятого, это, значит, «Идеал», да, я барыжу «Идеал», да, видели такой английский сериал, значит, про, так сказать, мелкого торговца, этим самым, значит, канвеолами, который, значит, так сказать, всё действие происходит в его квартире, иногда там вид из окна, когда кто-то либо там вываливается из этого окна, либо наоборот лезет, либо говорит, что я вот к тебе приехал по пожарной машине, там показываю, всё, вот, так сказать, вот такое, да, значит, больше нигде, вот, у нас, ну, близок к этому, на самом деле, доктор Хаус, в общем-то уже, вот, это, как бы, такой, в общем, в плюс проекту, потому что чем дешевле, тем лучше. А, значит, а вот далее, как бы, так сказать, идёт очень важная вещь, которую все сейчас очень любят, вот то, что называется здесь, значит, logline, да, значит, logline, так сказать, вот здесь, а тот logline, который здесь есть, это, грубо говоря, что такое, вот в данном случае понимается, что это, так сказать, вот с чего загружается, как бы, проект, что вводит в проект. А здесь, на самом деле, как бы, излагать вот эту основную, как бы, некую фабулу, да, оно не всегда правильно. И, как правило, это неправильно, потому что, грубо говоря, если бы, допустим, ну, я не знаю, там, тот же Тарковский жил бы на эти дни, да, и, допустим, бы он, так сказать, задумывал фильм «Зеркало» и в logline поставил, допустим, фабулу своего «Зеркало», да, что, так сказать, там этот самый, значит, человек, не состоявшийся в жизни, ждет встречу с бывшей женой. Logline, да? Ну и ничего. Вот. Понимаете, значит, поэтому, как бы, logline – это должен быть такой вот, грубо говоря, слоган, под которым вы продаете свой продукт, да, например, значит, гениальнейший, так сказать, logline, известный мне в истории, значит, он, чем он должен быть желательно коротким, емким. Самое лучшее, вот, что я знаю, это, значит, Шварценеггер и Девитто-близнецы. Вот. То есть все, вот, уже, так сказать, на этом logline уже, так сказать, уже покупают, ну, покупают продукт, да, предварительно. Вот. А, значит, и здесь, собственно говоря, лучше, так сказать, вот что-то такое, что идет в формулировке logline, там, скажем, есть некие вот документы у Лены, да, там, там, значит, еще проложил, значит, синопсис, развернутая заявка, это я чуть позже скажу. Значит, там, допустим, вот есть logline к фильму, там, значит, «Точка», да, по-моему, он называется, или это, «Уравнение смерти», да, что там, значит, вот там logline, так сказать, он уже, конечно, вгляд продюсера, так сказать, больше зацепит, чем вот эта лабуда, которая написана в этих заявках. Там еще сказано так, что, значит, жизнь двоичный код, точка, это либо единица, либо ноль, точка. Вот. Это уже, так сказать, что-то… Ну-ка, и давайте смотреть дальше. Потому что, вот, читает продюсер, допустим, этот logline, да, значит, а продюсер, как, вот у него лежит пачка вот такая этих заявок, тут мусорная коробка. Ну, вообще как, logline? А? 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 То есть, насколько, так сказать, вот если вы так подаете проект, как здесь, то, скорее всего, он пойдет туда, а не вот сюда. Вот. При том, что он может быть гораздо лучше, на самом деле, чем то, на чем, так сказать, зацепилось внимание, так сказать, продюсера. Вот. Далее. Значит, вот о чем кино, да, то есть, грубо говоря, действительно, это не обязательно так и заглавливать, как здесь, значит, но это, так сказать, автор такой, своеобразно, он по-своему эти заявки пишет, просто, так сказать, история, да. Значит, вот изложите, так сказать, вот здесь, как раз, так сказать, Тарковский бы мог смело сказать, что вот, значит, это, так сказать, вот тот самый мужчина, который ждет, значит, и, так сказать, грубо говоря, вот вспоминает эти этапы, там, скажем, вот того всего, значит, попадает, так сказать, бросаясь в какие-то другие настроения и состояния. Вот здесь, значит, естественно, мы излагаем, значит, это самое вот и ну. Ну, тут правильно изложим, так сказать, что и так. Вот. Значит, и вот такого плана, значит, все. Обычно, как правило, значит, тут вот еще такая есть штука, на которую я хочу обратить ваше внимание, что в кинематографии есть свое понимание того, что такое сюжет. Значит, если, значит, любой фильм, ну, в смысле, любой жанр, да, вот, скажем, там, как бы, так сказать, можно, в принципе, вот впадать в неких базовых видах, да, в базовых сюжетах, значит, там, если, грубо говоря, у вас все строится на, так сказать, протагонистом дотонист, на драматическом сюжете, то есть, когда, грубо говоря, там, значит, вот этот вот конфликт, который, значит, вот он становится в центр этого самого, и эскалация этого конфликта, и так далее. Вот. Ну, допустим, не знаю, вот образец драматического сюжета, там, скажем, Роме и Журли, да, хотя бы, там все очень четко вот это все видео, да. Вот. И, так сказать, так же строится большинство фильмов, массовых, но не все. Но не все строятся по этому принципу. Тогда, как бы, о чем кино? Оно одновременно и о том, как, так сказать, что зрители видят на экране. Это не всегда одно другому соответствует. Потому что, например, существует такое понятие, как лирический сюжет, да, тоже зеркало, например. А причем это не обязательно, так сказать, там, как мы понимаем, лирика, там, про любовь, про чувства, там, и так далее. Вот. Классика лирического сюжета, она точнее, это трейнспоминь, на Индии. Вот. Где там, так сказать, какого-то драматического, так сказать, конфликта, такового нету, а есть, вот, так сказать, грубо говоря, набор этих самых. Очень хорошо, как бы, существует, допустим, квазидраматический сюжет в рамках лирического, да, реально, это «Бойцовский клуб». Вот вы понимаете, о чем я говорю. Вот. Или же, скажем так сказать, хорошо микширует сюжет Тарантино, да, где у него там вообще, допустим, вот это «Закат до рассвета», ровно два этих самых варианта, значит, и, соответственно, вот. Значит, может быть, допустим, вот, так сказать, такое понятие есть как эпический сюжет, когда, грубо говоря, так сказать, ну, это обычные исторические фильмы, вот, когда там, так сказать, вот герой, он не столько, как бы, важен, как, так сказать, грубо говоря, как личность, но, скорее, как носитель неких, так сказать, вот, качеств, так сказать, там, ну, Александр Невский, да, допустим, да, и там, так сказать, вот эти антагонисты его неконкретные, какие-то там скажем там злодеи там герой какой-то вот уже так сказать некая историческая сила там свой немножечко подход но у нас не умеют сейчас снимать эпическое кино потому что последний эпический фильм достойные упоминания вот в нашем пинематографе это юрий озеров с освобождением то что дальше продавалось у нас за эпическое кино это извините меня и так сказать чем это не только фильмом вот о последней войне большую но это и так сказать какая-нибудь дневская битва 16-12 нет вот а значит и может быть в конце концов так сказать вот близкий мне и родной особо значит повествовательность когда грубо говоря тут так сказать антагонистами так сказать выступают не так сказать герои антигерои их эти самые значит а как бы эти самые значит коллизии вот этой самой борьбы и перипетии обусловлены этим сколько так сказать антагонистом данном случае выступает эпоха и само движение времени то есть так вот допустим вот черный ворон это вот повествовательный сюжет а образец повествовательного сюжета я считаю в нашем кинематографе не превзойден это мой друг иван лапшин это кино можно любить не любить но там это все вот как бы так сказать именно вот это там так сказать вот этим самым другу говоря противостоят любимые люди а противостоит существует вообще вот ранний герман он очень хорошо умел делать провествовательные сюжеты я считаю что из него тогда вот не не то что там случилось не там последние 20 лет а вот так сказать тогда он допустим мог бы быть идеальным режиссером и вот соответственно значит вот так сказать когда вы пишете о чем кино значит вы должны в то же время понимать в каком так сказать в каком сюжете вы это развернули но скорее всего конечно драматически 90 процентов вот в данном случае так сказать вот это драматическом сюжете вот так сказать там в принципе фабула и сюжет это одно и то же до драматического вот и значит соответственно там главную идею фильма можно может быть если она не вычитывается из всего предыдущего может быть есть смысл и отдельно указать а иногда имеет смысл вот как здесь атмосфера фильмы это хорошее примечание потому что здесь как бы так сказать она немножко проясняет уточняет что там это тоже не обязательно вот можно указывать вот тогда что нельзя категорически делать так сказать книжных синопсис которые вы это спит в издательство подаете как заявки да значит в этих значит это указывать аналоги а здесь значит это очень желательно то есть как бы сразу он понимает а вот этот фильм я видел этот сериал я видел это будет в эту сторону отлично значит это как бы доставил все что достать уточняет все что позволяет мало максимум информации на одной странице так сказать дать про будущий проект это только приветствуется вот обязательно сейчас на целевая аудитория это тоже так сказать желательно указать вот это как бы в общем даже не считаю обязать указывать вот а значит хорошо это первое значит второй этап работа наступает тогда когда мы таскать грубо говоря ваша заявка попала не туда вот сюда вот вам значит на почту и там есть телефон значит это все равно вот типа нам это понравилось а значит и высылайте высылайте что следующий сценарий до этого еще пахать и пахать и ехать и ехать а значит если это будет или короткий сериал высылайте синопсис и синопсисом под синопсисом в данном случае понимается как бы желательно под циферками значит изложение всей истории чем будет зачем там так сказать чего куда туда сюда значит это еще не три потому что то сказать иногда требуется тритмент значит тритмент это подробный поэпизодный план а значит а то есть фактически это сценарий без так сказать там этих самых без диалога без ремарда то есть грубо говоря там примерно вот количество эпизодов тритменте так сказать номер 2 да оно должно примерно соответствовать количеству эпизодов значит но где-то так сказать опять же в зависимости от разворота в зависимости от жанра так сказать серия должна ну серия 45 минут условно да должна где-то достает содержать эпизодов 30-40 но это опять же в зависимости от того какой вы там по ритм задаете как чего там это может быть принципе ну профессиональными вот эти самые посмотрите сериалы там еще бывает тут так сказать минимум где-то эпизодом 20 до максимум может быть у полосы эпизода это когда происходит смена локации и вот все это должно быть обозначено под номерами с точки зрения конечно теории кинематологов не эпизода а значит точнее ну как бы нечто среднее между сценами эпизодом потому что эпизод вообще говоря так сказать это более крупный элемент фильма чем то что вы здесь пишете вот то есть сцена это как бы так сказать вот до движения камеры что происходит до перемен а эпизод это так сказать целый набор сцен который так сказать грубо говоря составляет некий так сказать сюжетный элемент то есть допустим да так сказать экспозиция да вот это так сказать вот эпизод но это ладно это я отвлекся в общем здесь короче говоря вот каждая смена локации обозначается так сказать цифра вот ежели это у вас не это самое не мувик не короткий а сериал то там еще требуется таспать краткая концепция этого самого сериала значит документ краткая концепция сериала уже другого там есть где значит должно быть перечислено значит следующий момент да кстати вот еще в заявке значит если на сериал заявка идет там значит даже должен быть желательно еще такой пункт значит структура сериала значит структура подразумевается вот что значит это уже так сказать некий американизм который очень плотно вошел в нашу жизнь значит деление сериалов на вертикальные горизонты значит и это сказать естественно вертикально горизонта значит тут в чем то стоит когда вот берется так сказать классический вертикальный сериал это когда так сказать эпизоды смотрят серии между собой связана так сказать по минимуму то есть допустим байк из склепа классический вертикальный сериал, где у нас и актеры другие, и режиссеры другие. Единственное, все это связывается с некой жанровой точкой, что вас сейчас будут пугать, и этим персонажам, которые говорят, что в прошлый раз вас принесет, а сейчас я вам такое покажу, что вы вообще тут все помрете, и показывается. Это вертикальный. Горизонтальный сериал – это когда идет сплошная история, много серий. Для меня, например, одним из лучших горизонтальных сериалов является сериал под названием «Во все тяжкие». Там фактически вертикальных линий нет. Конечно, там в каждой серии свое какое-то событие происходит, это понятно, но эти все события, они как бы, так сказать, подчинены общей логике движения всего. И, значит, самые, так сказать, популярные и распространенные, так сказать, структуры – это вертикальные и безанковые. То есть, грубо говоря, когда там, так сказать, в каждой серии происходит, так сказать, своя история, и в то же время есть некие линии, которые тянутся, так сказать, вот здесь. Ну, так сказать, примеры, я не знаю, там есть, есть максимальных примеров этих, так сказать, удачных, неудачных, там, допустим, там, я не знаю, там, менталист, да, вот классический вертикальный горизонтальный, да, так сказать, там наши какие-то там, типа, так сказать, пытающиеся то же самое, да, то есть, грубо говоря, существует место, так сказать, линия последовательная, там, так сказать, связано отношение героев, которые эволюционируют, проходные, складных героев, да, героев первого плана. И, значит, нет, так сказать, история, которая, как бы, так сказать, на все эти серии, там, скажем, менталисты, это, так сказать, разный жённый убийства, там, так сказать, там, семьи главных героев, вот, в, допустим, каком-нибудь касселе, это, значит, там, почему вера мамы, героиня и следователя, и их отношения с этим замечательным персонажем, который ходил в жилете полиции, только было написано writer, гениально, и соответственно это тоже обозначается в заявке, и вот пишут, дайте эту самую концепцию, значит, вы должны написать, так сказать, следующие вещи, значит, там в этой самой концепции должны быть очень четкие, так сказать, характеристики, да, история должна быть расписана уже не на этой самой, а где-то там, я не знаю, страница на 3-4, значит, в подробную, ну вот, в относительных подробностях, что происходит, как, чего там, значит, так сказать, вот, прописывается история, и прописывается, скажем, очень тоже подробно и в деталях, значит, персонажи, как бы, которые у вас будут сквозны, да, первый, второй, да, и прописывается, значит, уже, так сказать, экстрактно, как говорил Клора, значит, прописываются, как бы, компоненты серии, да, в первой серии будет тот, а во второй, третий тот, это, значит, краткая концепция, вот посмотрели, значит, ну, естественно, вы получили обратную связь, что, типа того, что, так сказать, в принципе, это годится, так сказать, то есть, может, может быть, ответить, что не годится, или могут, так сказать, сейчас такая привычка есть, что, как бы, надо самим напоминать, не вообще ничего не скажу, что годится, да, исправьте то-то, то-то, значит, что-то вы это исправляете, значит, туда-сюда, и вот тут, так сказать, может настать самый, так сказать, какой-то момент раковой, а когда скажут, значит, да, это все нам годится, высылайте подробную концепцию сериала. Значит, подробная концепция сериала – это то, что, так сказать, в этих самых, значит, в Америке, оттуда, как бы, сейчас все заимствуется, называется Production Bible, и в наших кругах это тоже называется, как бы, профессиональный термин «высылайте Библию», вот, вам, конечно, ну, так сказать, человека, которого они не знают, они так, может, и не напишут, но называется это вот подробная концепция сериала. Значит, это совершенно жуткий документ, значит, который, как бы, вот, есть тоже образец, значит, я его распечатать просто не могу, потому что там 62 страницы, вот, там, значит, должно быть, так сказать, масса всяких разных вещей, там, значит, должна быть прописана предыстория, чего, откуда это все, откуда многие рассказывают. Вот, скажем, у нас был в свое время такой, так сказать, доведенный до этого, до этой стадии проект под названием «Конюшный Магеллан», который немножко рассказывал, значит, там, вот, так сказать, там, почему вот вдруг, так сказать, возникает, так сказать, в неназываемом, потому что в кино, так сказать, в современных, так сказать, телевизионной продукции, там, значит, есть табу на слово ФСБ, но, в общем, значит, на эту аббревиатуру, значит, вот, так сказать, грубо говоря, там, значит, нашим вот органам понадобилось, так сказать, вот открыть спецотдел, который занимается всякими, так сказать, ненормальными явлениями, допустим. Почему, да, откуда? Вот, значит, вот все это нужно подробным образом прописать, что побудило, вызвало необходимость, так сказать, создание, так-то-то, так-то-то, и что, так сказать, какой спецификой нужно открыть этот персонал. Хорошо. Дальше, значит, идет, как бы, так сказать, ну, характеристики героев, так бы, значит, они уже враны в характере заявки, но здесь надо рассказать все подробно, кто как к тому относится, кто как к чего, там, вплоть до знаков зодиака, так сказать, может быть, там все, так сказать, что любит, что не любит, что как, как на что реагирует, значит, это вот на каждого, как бы, складных героев примерно страница есть. А, значит, дальше, так сказать, должны быть, должна быть, да, самое сложное, вот лично для меня, это выстроить мотивировки. Вот, мотивировки этих героев требуются обязательно. Почему эти люди занимаются вот этим делом? Откуда, как, чего, вот, зачем? И, значит, вот там начинается, что такого-то там есть личный мотив, что, грубо говоря, там, я не знаю, там, эти самые, там, эти инопланетяне-тетушку зарезали, там, значит, вот такого-то там, потому что, так сказать, она вот жутко врублена в героя, она, так сказать, не может, старается быть все время с ним рядом, вот. А вот и третья, там, значит, какая-нибудь, там, это самое, это, ветеран, там, этих самых, ветеран, там, спецотдела КДБ, там, значит, мотивировок на, так сказать, потомственная ведьма, которая сидит у них, как бы, борщица и работает, на самом деле, самое главное. То есть, вот почему, что, как, вот это вот все, значит, тоже собрать. Вот, значит, естественно, так сказать, расписать, да, горизонтальную линию, всю от, до изложить, что, как, так сказать, между героями происходит, когда, чего, вот кто, кого любит, с кем, так сказать, там переспит героиня или не переспит. Лучше, чтобы в первом сезоне ничего не было этой определенности, там, так сказать, кто-то там, так сказать, там, естественно, в нее влюблен какой-то еще там человек, не тот, которого любит она, ну, и, соответственно, вот эту, вот, так сказать, эту, допустим, ну, в данном случае мелодраматическую линию тянуть, и все это должно быть там отражено. Далее, значит, конфликт, да, антигерой, это называется, параллель, это самое, как называется, это коллатераль, значит, это, вторая горизонталь, или дугар, да, значит, это, так сказать, вине антигероя, значит, то есть, ну, он может быть одинок, может быть несколько, там, какие злодеи, такой комплекс, так сказать, вот этих самых, значит, Angelichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichich изложить вот и собственно говоря это самое значит занимает добротная библия это где-то действительно 60 70 80 с картинками с источник вот и только после этого может быть да значит обычно а вот а значит ну и как правило значит мы например там допустим три-четыре месяца доводим потому что естественно с первого раза не принимают более туда и сюда а значит у нас конкретно это значит результат был такого что выслали говорят потом что-то пауза спрашивают так чего а вы знаете вот эти люди так сказать с которыми вы там редактор такая-то там продюсер такой-то и так сказать они больше на тонкануле не работают концепция вещания изменилась там материал хорошим ничего с ним делать мы не знаем такое тоже важно это не единичный случай потому что вот то что я выложил как образец библии потому что там она действительно была доведена принята и так сказать был договор заключен этот же проект тоже не состоял там вот вы увидите да если так сказать кому интересно вот и значит вот это и потом только после этого вы значит приступаете когда уже это все пройдет вы приступаете к написание собственно сценария это отдельный разговор я сейчас уже на это останавливаться не буду как чего там где-то а единственно тоже сейчас как бы все опять же в эту историю на американизацию очень любит русский формат значит он на сценаристе ру есть этот формат как он пишется сценарий а у него одно достоинство что там как бы страница минута но там он невыразительным я привык по-другому у меня поставить вот мои записи например страница две минуты было этой бумаги меньше и так сказать там все понятно потому что это все выделяю там понятно где где-то где где-то где ремарки где что как обозначить там на этом так сказать слепом таком тексте там это вот ну то ли я не привык как-то изобретать сложно и неинтересно читать но тем не менее он принес значит вот в этом формате значит вы так сказать создаете свой шедевр напоминаю что вы смотрели подкаст литературная гостиная цикл первоисточник наша передача выходит при поддержке сам петербургской книжной ярмарки д.к. на екрубской ярмарка расположена по адресу проспекта буфской обороны дом 105 в 10 минутах ходьбы от метро или за русская до встречи через месяц всего доброго и и и и Субтитры создавал DimaTorzok